Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 28 мая. Вчера у меня был массовый сбор томатов. Собрала несколько ведер. И раз томатов моих, сибирских, для получения раннего урожая, который я сеяла, очень много, я решила, что не стоит уже откладывать на завтра, на послезавтра. Сейчас я начну дегустацию томатов, именно тех, которые поспели в первую очередь. Потому что потом подойдут уже и новинки, и всякие иностранцы, и будет очередь на дегустацию. А сейчас я хочу именно подробно рассказать о тех сортах, которые оказались в лидерах для раннего урожая. И очень хочется их попробовать. Но я-то уже знаю, какие они на вкус. Мы уже ели. В этом году удивил вкус томатов, что они очень сладкие. Это из-за жаркой погоды. Сейчас обо всем, все по очереди буду рассказывать. Ну и первым, конечно, у меня пойдет на дегустацию сорт Ботяня, который у нас вот прям лидирует во всем. И в том, что он поспел первый, и в том, что у него кисти были очень многочисленные, массивные. И то, что он, конечно, по урожайности немножко превосходит других, потому что он индетерминатный из этой четверки, а остальные все более низкорослые. Сейчас я пойду резать Ботяню и все вам о нем расскажу. Перед тем, как порезать плоды Ботяни, я напомню вам общие характеристики этого томата. Это индетерминатный томат. И среди вот этой четверки сибиряков, тяжеловес Сибири, Пудовик, Любовый праздник, конечно, Ботяня он самый-самый высокий. И за счет этого, конечно, у него самая большая урожайность изо всех этих томатов. В остальном они не очень сильно отличаются. Вы видите, что разложенные по блюдцам, они создают впечатление одного сорта. Кажется, что и этот, и этот, и этот экземпляр все одного сорта. Но нет, Ботяня у нас только вот в центре. И плоды розового цвета у него должны быть, но везде написано в описании. Но в этом году, так как очень там, ну, сильно поспели, и они кажутся прям малиновыми. Очень-очень интенсивный цвет малиновый. И вот в сравнении с кумом красного цвета, очень видно, что оттенок совсем другой. Не красноватый, а именно розовый, ближе к малиновому. Так, ну, плоды сердцевидные. Они могут быть сильно сердцевидные, ярко выраженной сердцевидной формы. Видите, вот как прям на конус сильно. Это вот один и тот же. А могут быть более как уплощенные. Но это во всех сортах. И в любимом празднике, так и в Пудовике, в Тяжеловесе Сибири. Сердца на одном кустике могут быть разные. Могут быть более острые или более с тупым кончиком. Еще что. Вес у него указан производителем небольшой. 200-400 граммов. Но у некоторых вырастают очень большие. И я, если честно, не взвешивала мнений до этого. У меня в этом году жара. Томаты переспели. Я даже боюсь их брать в руки. Они такие мягкие. Но зато, вот вчера сыну отдала полведра. Сегодня Катя пришла, говорит, мы поразились. Какой сладости томаты. Вот, казалось бы, первые, ранние. И кто-то утверждает, что томаты в теплице не такого, как бы, качества, вкуса. Но они сказали, что плоды, именно томаты, вот сладкие-присладкие. Так, мы сейчас попробуем сделать сначала вот такой. Ой, у нас же тупые. Поперечный разрез. Чтобы посмотреть количество мякоти, количество семян, ну и вообще всего-всего. Конечно, это вот как раз тот томат, который мясистый, сахаристый. Никаких сердцевинок белых у него нет. Прожилок нет. И хочется еще сказать вот про... Поднимался вопрос про зеленый кружок. Ну, вот в попке у томата спрашивали, как вы добиваетесь того, что у вас нет зеленого кружка. Чем вы удобряете или чем вы поливаете. Я скажу правду. Я ничем не поливаю, не удобряю, никогда не заостряла внимание вот на этой томатной попке. Ну, я скажу так. А, у меня спрашивают, почему у вас нет вот этих зеленых вокруг томатной попки. Я скажу так, что томатное вот это непрозревшее вот такое бывает, когда томат еще не совсем дошел до такой зрелости. Видите, вот у меня тоже как бы остаток вот этого зеленого пятнышка есть. Но как только томат вызревает полностью, все это исчезает, наступает равномерная краска плода и никаких попок нет. Так, мы сейчас вот так разрезали. Еще я хочу вам показать на разломе. Смотрите, тут аж эти такие алые разводы. Вкусная тень. Я сейчас буду делать. Подсмотрела на примере узбекских томатов. Они вот делают тонкую-тонкую, тончайшую нарезку и потом заливают и лук, и заливают маслом растительным. Ммм, сахаристость. Вы знаете, даже нет намека на кислинку. Это, конечно, странно для ранних томатов, но так как я дала им вызреть, непроизвольно дала, потому что было некогда высаживание, дала вызреть до конца, повышенная сладость. Извиняюсь. Томаты по вкусу такие же, как они бывают в июле. То есть вызревшие, как в конце лета. Так, сейчас попробую разломить. Просто я боюсь, что они переспевшие. И когда переспелый сильно томат начинаешь разламывать, он может раздавиться и потечь. Мне хочется показать... Ой! Хочется показать вам арбузную, сахаристую мякоть. Сейчас все их съем. Вчера Катя говорит, сын, сразу вот принесли сколько, он говорит, почти все их за раз съел. Но такие вкусные, оторваться невозможно. Ну все, ну тут, тут даже комментарии излишни. Вот это вот, когда томат вызревает полностью, вот эта зернистая арбузная мякоть, это самый верный признак того, что томат сахаристый, что он сладкий. И вот нет никаких, видите, вот как стержневых прожилок, тут маленькая крошечная вот эта вот, у плодоножки, где держится плодоножка, остальное все сплошное томатное мясо. Вот такой у меня в мае получился ботяня в этом году. Первый раз в жизни так рано, так много раннего урожая. Ну, все, остается только делать различные вкусные блюда. И свежие томаты, и уже можно и вяленые, и запеченные. Все, это ботяня, номер 41 в моем каталоге. Тот самый сибиряк, на которого можно положиться, который может дать урожай ранний, урожай обильный. Ну и как мы теперь уже поняли, очень вкусный. Вкус великолепный. Кто высаживал томат ботяня, те могут подтвердить мои слова. До свидания. А веселая помидорка лайкуша напоминает вам. Поставьте лайк, если вам понравилось видео. Это поможет продвижению канала. И будет автору очень приятно.